Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами проходить игру по названию Reigns. И да, не те, конечно, результаты, которые были до этого, потому как спасибо вам большое, кто мне подсказал в комментариях, друзья, что нельзя выходить, потому что не сохранятся все данные. Есть такая проблема, и она, видимо, не только у меня, да и у многих. Ну, если, конечно, верить людям. На форумах я потом просто буквально посмотрел, и да, есть такая штука. Надеюсь, это исправят как-то, или я буду стараться как-то сохраняться, не знаю. Но, к сожалению, вот так у нас есть, но я сыграл так, чтобы меня опять загрызли собаки, как это сделали в прошлой серии. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылка на плейлист в описании под видео. И мы продолжаем. Тем не менее, да. Что нам нужно сделать? Победить на дуэли, призвать на службу врачевателя и встретить дьявола. Погнали. Ты молодой король? Только не это. Ага, я шучу, я знаю, мы уже через это проходили. Это наше проклятие, понимаешь? Я в этом не уверен, я не понимаю. Ну, я действительно не понимаю. Мы будем помнить каждого короля из этой династии. Каждое соглашение, каждую смерть вечно. Как? Говорят, что лишь дьявол позволит нам благополучно забыть проклятых королей. Но существует ли он вообще? Да, нет. Ну да. Интересная мысль. Может и существует. Может мы наконец его найдем? Ну, постараемся, по крайней мере. Призрак медленно уплывает. Милорд, король запада приехал с визитом. Какая скука. Превосходно. Нужно устроить отменный ужин. Отлично придумано. Ужасная идея. Король скорее захочет поохотиться. Отлично придумано. Нет, сир. Согласно дипломатии и правилам хорошего тона, нужен ужин. Давайте устроим все сразу. Упс. Серьезно? Что? Какого? Милого? Ну, вообще какой-то бодуэн, получается. Невезучее, блин, имя. Ну, что это такое? Пока вы готовились к его приезду, король запада вторгся в вашу страну и изгнал вас. Вот засранец. Ладно. Ну, что поделаешь. Бывает. И не такое. Год проправил. Ладно. Давайте к третьему. Роберт, третий король. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Папа готов заплатить цену. Архиепископ из Сент-Ангелиона. Мы хотим построить школу в столице для просвещения народа. Нет. Милорд, один хороший доктор спас жизнь моему племянникому. Он немного волшебник, и он сейчас здесь. Подожди. Доктор это врачеватель? Походу, это будет у нас призвать на службу врачевателя. Впустите его. Мудрец призвать на службу врачевателя. Отлично. Грязная наука. Я врачеватель, алхимик, отправитель. От вашего имени я могу защищать жизнь, или смерть, или по ситуации. Ты очень пригодишься. Ваш народ голодает, милорд. Цена на хлеб слишком высока. Снизить наполовину? Нет. Ну давай снизим. Вы под арестом. Вы ослушались велений священной церкви. Что? Катитесь к черту. Нормальный такой. Роберт мудрец, да? Я преклоняюсь. Блин, как же мне... Докатитесь к черту. Вы приговорены к сожжению заживо. Ваше имя вычеркнуто из книг и табличек. Какого фига, блин? Что это такое? Прогресс по сравнению с одним годом. Четыре года у власти. Но зато я мудрец. Гарри. Четвертый король. Победить на дуэли, встретить дьявола, встретить ведьму. Ох. Блин, да чего же ты жестокая игрушка? Слушай. Восточное баронство собираются под знаменами ужасного полководца. Пошлите армию. Да. Я уже вообще боюсь, короче, что-либо делать. Друзья, я... Блин. Ух. Милорд, волки пожирают наших детей. Мы можем начать на них охоту? Я лично этим займусь. Отличная охота. Сегодня нужно закатить щедрый пир. Раздать еду людям. Я бы хотел исполнить для вашего величества песню. Называется «Дурак и его величество». Валяй. Однажды давно бедный Шут пел в одиночестве грустную песню. Продолжай. У него был величественный зверь, мрачный и уродливый. Почему уродливый? И что за зверь? Но милый, чистый и махал хвостом. О, это уже получше. Это весьма дурацкая песня. Спасибо. Мой король, кажется, ваша армия не следит за гигиеной. Нужно потратить немного денег на решение этой проблемы. Угадайте, в какой руке подарок? В левой. Юный болтун вручает вам дохлую птицу и убегает с воплями. Засранец какой. Пять лет. Прогресс. Купцы хотят создать новую гильдию и посылают своего представителя ко двору. Да. Милорд, не хотите ли немного пофехтовать? Я хороший наставник. Давайте сделаем небольшие ставки. Ага, 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 нет. Нет. Это ваш 20-й день рождения. Нужно отпраздновать. Нет. Вы хотите жениться на принцессе из соседнего королевства? Да. Хочу. 9 лет у власти, друзья. Ох. Да. Сейчас, секунду. Что-то я разволновался. Меня вообще выбило из колеи, если честно. Вот эти две молниеносные просто сроки правления, да? Нужно установить комендантский час. Улицы столицы опасны по ночам. Да. Я хотел бы служить мессу о поминовении вашего отца. Да. Опять с деньгами туго, блин. Какой-то я король, в общем, Транжира. Вернее, Гарри. Может, так и будут его звать в скором времени. Транжира. Враги использовали требушет, чтобы разрушить наши укрепления. Защищаться. Молодая женщина заявляет, что ее сын ваш бастард. Нам решить эту проблему? Если нет, я потеряю деньги, да? Блин, ну что вот это за выбор такой? Это... Хотя я, конечно, против этого, но... Вы больше не услышите о ней. Я бы хотел провести новое исследование легендарного превращения свинца в золото. Вы дадите мне денег? Чувак, у меня и так их нет. Гильдия купцов продает товары, которые традиционно изготавливались аббатством. Прекратите это. Нет. Ваша крепость слаба. Нам нужно построить новую башню. Блин, ну что вот такое? Вот, я не знаю, как игра себя ведет. Чем меньше у нас на чем-то показатель, тем больше нас просто-напросто наваливаются проблемы, именно связанные с какой-то из четырех этих сил. То есть... Нет. Урожай просто сказочный, милорд. Накормите армию, накормите народ. Накормите народ. О, да. Милорд, я мастер Фаррингтон, мастер гильдии купцов. Примите подарок в знак нашего расположения. Да. Народ считает, что вы худший король. Нужно повысить налоги. У меня уже подсознательно просто, друзья. Такое, типа, худший король. Учитывая... Учитывая... Да. Ну ладно. Нужно повысить налоги. Я встретил женщину, сведущую в древнем искусстве растений и снов. Хотите с ней встретиться? Сто процентов это ведьма. Вот... Вот сто процентов. Да. Чародей. Встретить ведьму. Новые карты. Белое снадобье. Я леди Паузилья. Я могу помочь вам понять законы природы и границы человечества. Кажется, ты будешь полезна. Будь осторожна. Будь осторожна. Старый, правьте не менее 20 лет. Нам надо сменить флаг. Он вышел из моды. И какие у нас варианты? Коричневая лопата на фоне серого неба? Что-то другое. Явно. Оранжевая пушка на зеленом полотнище. Зеленое полотнище мне нравится. А вот оранжевая пушка... Да. О, смотри какая армия у нас. Теперь с вами. Королева Люси обожаема людьми и армией. Дайте ей больше власти. Не, нифига, она меня подсидит. Еще и отравит. Я их знаю, этих королев. Сеньор, на нас напали. Бродяги наводнили улицы. Вышвырнуть их... Не трогайте их. Вышвырнуть. Я слышал странный шум в замке прошлой ночью. Вам нужно усилить патруль. А если ты... Ага. Ну... Я поверю, конечно, мастеру Фарлингтону на слово. Хотя вряд ли, да. Надо было это делать. Милорд, нам надо появиться перед окном. Люди жаждут видеть нас вместе. Да? Почему бы нет? Неслыханно! Генерал Бломингтон замечен в постели королевы. Кто подлежит казни? Ну, я здесь даже комментировать не буду. То есть... Церкви нет больше? 27 лет у власти. Походу, это конец, да? Это конец? Люди восстают против того, что осталось от церкви. Вам нужно бежать. Что? Во время попытки бегства вас растерзала толпа язычников. Что такое? Вот что это такое? Да. Гарри Старый. Ну, не мудрец. Как минимум. Просто, друзья, перед этим я продолжил после нашей первой серии, я вот так честно вам признаюсь, после нашей серии я продолжил, ну, как бы, изучать игру на что она способна. И я вторым королем добрался, кстати, его звали Геральд. Геральд. Я вторым королем добрался до 56 лет правления. Я повстречал дьявола. Да, там дикая штука, и мне хочется опять с ним встретиться. И там просто жесткач. Если ты вправо или влево куда-то отклонишься, то тебе может либо не повезти капитально, либо просто все четыре вот этих столпа, на чём зиждется сама власть, у нас будет на максимуме. Это было дико интересно, но вот сейчас чё-то как-то слишком жестоко. Это всё было. Я не знаю, как учитывает и как работает вообще игра. То есть... Ну, в общем, ладно. Расстрязала толпа язычников. Чё тут скажешь? Давайте продолжим, наверное, в следующей серии. Ссылка на полиции в описании под видео. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И... В других видео я вас тоже буду очень ждать. Пока. Пока. Король умер. Лучший счёт 27 лет у власти. Ну да. На данный момент это лучший счёт. И походу вот сейчас я могу выйти из игры Пропасть в подземелье. Или пропасть в подземелье. Не знаю. Надеюсь, узнаем в следующей серии. Если у меня сохранения, конечно, пройдут. Пока-пока. Продолжение следует...